всем приветики всем приветули в общем начинаем мы конечно же с моей студии петя любит выпить мой новый проект который называется прямо сейчас дело в том что мне только что стукнуло 36 кто за мной следит меня даже поздравил спасибо большое и тут я подумал хочу это я не реализовал все еще все свои желания написал целый лист что мне сделать до конца жизни и все это все еще не сделал почему бы не сделать мне это прямо сейчас подумал я и создал этот проект мало того этот проект я буду вести не один сегодня со мной будет аленка вы должны помнить из выпуска петь любит выпить с арсением поповым ура я соведущая петти парам пам 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 и самое главное что мы сейчас будем стартовать здесь но все будет происходить где 34 сочи для того что у каждого из нас есть свои определенные хотелки желания желания у пети есть классное желание он очень хотел давно научиться кататься на сноуборде через секунд поэтому никогда не пытался это начать делать я даже на лыжах не стою а желание аленки я сейчас буду его произносить а вы будете видеть как потеет мои подмышки в этот момент потому что она хочет прыгнуть с 207 метров на роб джампинге или банджи это называется еще сочи и мы вынуждены выполнять оба желания вдвоем то есть аленка будет учиться вместе со мной к сноубордингу а я должен буду прыгнуть с 207 метров микроавтобус ждет погнали прямо сейчас погнали погнали так сейчас все будут думать что у меня огромный чемодан огромный гардероб просто на самом деле три чемодана моего гардероба уже в минивейне а это моя косметичка сочи жди нас мы уже скоро ну что вот вы и сочи сочи форне встретила на закате завтра уже начинается нас грандиозный желанческий трип а главное хочется тусануть ведь здесь фестиваль сейчас проходит не стартами мне кажется мы познакомимся с кучей людей будем там танцевать веселиться мы кстати дорога это аэропорта сочи до горнолыжного курорта роза хутор где я решила осваивать сноуборд и проходил фестиваль заняла у нас около 50 минут зимний сочи как по мне совсем не похож на летний я постоянно чувствовал себя в европе и не только потому что курорт новый и крайне симпатичный а в первую очередь из-за определенного теплого вайба который исходил от людей и тех кто сюда приехал и тех кто здесь работает ну и конечно здесь очень красиво то вы и сами все видите йо-йо-йо в общем мы приехали на розу хутор у меня в руках сноуборд мало того мы взяли в аренду все что на мне я специально оставлю здесь стоимость сколько стоили бутсы в аренду за сутки и борт сколько стоила вся эта амуниция которые на мне тоже обязательно купите термо белье мне это обошлось 5000 рублей а также не забудьте какой-то солнцезащитный крем который я тоже купил здесь же падлили с нами невероятный какой-то инструктор я зовут оксана она просила называть его госпожа а мне кайфово вот и оксана занимается инструктажем с 2008 года и оксана пообещала мне что на третий раз потому что у нас будет три персональных тренировки я таких стану здесь и начнем сейчас у нас будут упражнения на баланс мы будем привыкать к сноуборду и покатаемся с одной пристегнутой ногой как открывать крепление открываем крепление мы тянем за бакли от себя стрепа и гребенки отодвигаем в сторону задняя спинка крепления называется хайбэк мы ее поднимаем и ставим сюда ногу до упора ставим сноуборд на пяточку это плоская поверхность доски едет легко в разные стороны носочек передний кант поднимаем сноуборд смешно я не могу поднять ногу подняли захватили гребчик это захват доски лично оставим обратно его мягкие коленочки нет 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 порядки еще ничего не произошло ставим ногу назад за сноуборд попробуй петя просто пробуй там люди еще едут нет я не могу а теперь распрямись у меня же отваливается аленка прям хорошо я искренне уже охуеваю петя взгляд прямо ноги мягкие руками не болтай руками не болтай и потянись головой наверх вот и все можно улыбаться петь все нормально все нормально расслабься почему такой сосредоточен не так надо расслабляться а еще сделаю ангелов ну что петя первый день сноуборд думал ли ты что это вообще возможно нет я вообще не думал что я даже встану на этот гребаный сноуборд не честно говоря кучу эмоций круто немножко болят ноги вот я вам до этого говорил какая должна быть амуниция нужно еще балаклау потому что шея у меня уже горло начало болеть и нужно обязательно каско блоков наверняка нам купить а каску надо арендовать скажи пожалуйста ты же до этого не занималась ты каталась несколько раз но никогда не было с тренером тренеру круче это вообще другая история она как человек начинает тебе подсказывать какие-то элементы которые тебя расслабляют ты сначала зажат а потом ты уже могу на одной ножке поездить значит могу и на 2 и встаешь на 2 действительно вот этот страх первичный он вообще пропадает думаю глазах вообще герой на самом деле с инструктором ты прям все молодец ну шо во-первых я голодный переодеваться нас ждет вечеринка от бакарди потому что мы не так спортом приехали позаниматься немножечко потусить красота конечно нереально new star camp это ежегодный фестиваль который проходит на роза хутор в конце марта начале апреля помимо ежедневных спортивных активностей главное для меня это вечеринки с крутейшими диджеями и музыкантами такими как не накравится мы с петька вообще-то далеко не глупые люди мы придумали совмещать желание с чем но с вечеринками я так этого ждала приоткрываем завесу тайны сегодня большое открытие вот прям есть название бакарди dance floor grand opening и естественно мы на нем мы ждем в первую очередь нину кравец хотим посмотреть что будет на этом открытие ну и самое главное выпьем немножечко ну и потом будет следующая вечеринка будет через несколько дней она будет закрыта и мы секретно секретно попадем на нее короче погнали идите за нашими событиями и гоним ну шо какой у тебя бокальчик уже пвердый да ладно у тебя второй трезвость накинула чат выпьем за это очень круто я я тоже рада и тут так круто у меня завтра будет ужасная похмелья у меня тренировка а я на йогурте малышка давай еще раз 3 2 1 2 2 а день номер два погода на роза хутор не очень петят до сих пор катается не очень и я честно говоря не знаю как мы будем сегодня справляться со всей вот это жестью потому что моя спина отваливается он сейчас общается с инструктором думаю что кататься его все-таки научит я видела честно говоря его вчерашние успехи это выглядело как маленький ребенок учится ходить но когда он научится вообще неизвестно покажет сегодняшний день поэтому погнали вместе кататься в общем второй день прошел таким образом что я наконец-то поехал вчера я стоял сегодня проехал сделал это ты катнулся ты сейчас уже свободнее да да в общем я это к чему это к тому что если вдруг завтра я поеду то каждый человек на свете это может сделать потому что я боюсь всего скоростей непрофессионал и вообще то есть когда я смотрел даже по телевизору людей которые занимаются сноубордами а ты смотрел вообще спортивный канал и там следил за новостями да я смотрел такой дебилы и все а теперь оказывается я один из них и такой счастливый но это пока один раз я все еще до конца не верю что я смогу без инструктора проехать хотя бы одну горку но посмотрим короче масса все это чувствую себя крутым а главное 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 энергия появляется сразу когда пробуешь новое дело и тем более если это дело спорт все пойдемте есть голодный пиздец сразу же после обеда мы отправились в sky парк именно здесь находится самый длинный подвесной пешеходный мост и самая высокая банджи площадка в россии высота прыжка с нее составляет до 207 метров вот она-то нас как раз и интересует мы находимся сейчас sky парке созданный он новозеландским парнем очень классным эй джей хатсон эй джей хакет а эй джей хакет классное место красивые виды мы пока не добрались до самого страшного но это все будет у нас впереди сегодня говорить больше будет аленка потому что не очень а ты думаешь мне не страшно я сделала дыхательное упражнение январе я была здесь здесь было прохладно и я не решилась прыгнуть но сегодня мое желание я надеюсь если я не закону она исполнится говорят все же изменяется после этого прыжка вот и посмотрим погнали погнали да кайфаню доброе утро всем так хочется желать доброе утро как будто это последний раз ну скажи круто сейчас реветь буду блядь я уже люблю мой хороший мы еще не вышли мы еще не вышли я знаю сейчас пойдем на мост все хорошо это ее идея была может сначала спрыгнем с чего-то полегче типа тролли привыкнем к высоте потому что меня начинает уже жестко колбасить подшлите на мост ребят давай давай выдохнем мост в общем решили немножко подуспокоиться и сначала пройтись по мосту проверить насколько это все-таки страшно напомни мне пожалуйста зачем мы все это потому что мы крутые класс нам это надо почувствовать страшно ли пиздец то есть мы сейчас идем по решетке и внизу в общем-то ничего нет то есть под нами дорога и не знаю сколько-то сотен метров если посмотреть налево и направо то красота едет 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 не реально только не надо смотреть вниз надо не надо если вы сейчас смотрите это видео значит мы с аленкой выжили все вот так вот мои белые джинсы возможно уже не белые это вопрос другой ну вообще баскота баскота божечки кошечки вот так оно будет происходить то есть обрыв ты стоишь три два один и погнали первый этап пройден мост почувствовать немножечко высоту посмотреть вниз понять что это не так уж страшно я уже под привыкла абсолютно нормальный момент для скай парка это проверять все подожди ты начала ты собралась ты только что ревела абсолютно нормальный момент мне спокойно потому что я вижу что прямо сейчас проверяют все аттракционы сначала вывешивают груз опускают его по троллей и так со всеми аттракционами на которых катаются люди мы просто решили чуть-чуть себя подготовить перед большим прыжком мне кажется что нам будет полегче и не уверен может быть это глупо и надо было прыгнуть сразу но в любом случае зато вы увидите еще один аттракцион здесь мост прошли троллей пройдем ну и прыгнем если вдруг мы не прыгнем пожалуйста не пишите что мы засали но вот так происходит вы просто не здесь вы не в эту секунду не в этот момент потому что я прямо честно говоря уже не уверен что мы будем прыгать действительно страшно ну пойдемте на тролли мне здесь как на горшок как дома на диванчике аленка безопасная девчонка да да это очень кайфово это не страшно слезы текли вверх слезы текли вниз мне уже не страшно спирить вся жизнь господи я не знаю как ты без банджу потому что вот этот тут ладно тебе отпускают так не накручивай сейчас я себя не меня все стоп 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 говорят что люди здесь прыгают с 10 лет и все проходит нормально но мне 27 и очень 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 страшно было это пережить как на самом деле я держался по лицу возможно не было видно по моему но я прямом смысле держался вот за эти штуки так сильно что у меня остались на руках следы они мокрые но в целом на самом деле это очень круто очень крутые инструктора которые отправляют потому что она начала с вами говорить о чем-то и отпустила нас в этот момент из-за эффекта неожиданности все круто прошло и в целом я супер прямо советую это кстати отлично попробовать сначала тролли чтобы подготовиться к тому что ты вообще будешь ожидать на высоте сейчас я прошла это и мне мне кажется не так уж страшно будет прыгать с банджи да есть ощущение что вот до этого мы еще такие типы может быть вдруг не прыгнем то сейчас уже ощущение что мы первую первую ступеньку прошли можно идти на следующую мне нужно заполнить анкету перед тем как прыгнуть банджи 207 метров и я не могу потому что у меня реально трясутся руки я не шучу и не наигрываю видите как медленно печатаю в жизни печатаю быстрее я готова нет сначала петь он как истинный джентльмен решил пропустить себя сначала первым чтобы я посмотрела все эмоции что он будет испытывать нам сказали главное не смотреть вниз потому что если вы смотрите вниз испортите все впечатления а вот если ты смотришь в сторону куда едешь тогда все будет классно назад дороги не до назад дороги нет пусть кричат гривно а ты топ и наверх вот поэтому мосту еще шел как на кайзин молча тихо спокойно и вот сейчас уже мне инструктор говорит пойдем петь пойдем петь ну погнали удачи что чувствуешь брат адреналин адреналин самое главное задача это хороший полет носками чуть переступаем крак для того чтобы мы когда начали прыгать у нас появился упор носка по сути мне просто нужно отпрыгнуть и постараться сделать вот так посмотрим на право 5 4 3 2 1 и выпрыгиваем петь давай шредер не будь тёлкой давай бро лучше пожалеть что не получилось чем пожалеть что не попробовать это самое страшное место во всем этом проекте как только твои ноги отрываются дальше нету страхов мозг перестраивается на режим полета ты летишь наслаждать давайте попробуем ну блять уберите эту музыку очень страшно очень страшно господи я не знаю как я это сделал ребят я не знаю честно говоря в какой-то момент хотел остаться у меня собрались ноги главное не смотрите вниз я считаю что я супермен я горжусь собой я молодец какой-то момент реально потому что я не буду прыгать мама все нормально мы идем наверх мы идем наверх мы идем наверх еще не могу поверить и даже жизнь изменится очень круто меня трясется ощущение как будто бы моя жизнь перевернулась в момент когда ты прыгаешь я с глазами как аганскрит просто это ален ты плачешь от счастья что чувствуешь брат так все собралась это мое желание все таки мое желание что такое миллион вот это поворот аленка сразу тебе скажу что если мы будем туда идти медленно нет не медленно спокойнее я серьезно тебе говорю если я буду если я буду идти медленно я буду подготавливаться честно не постичь ему такого а есть че-нибудь поспокойнее в нюхлу мне пожалуйста поеду поеду ееееееееееееееееееееееееееееее аленка аленка мы сделали твои желания о боже все в нашей жизни возможно каждый шанс просто нужно пользоваться этим просто делать охренеть просто у меня эмоции сейчас аленка она аленка и анализ аленка бесконечная signal э аленка у Whe Whe W Я люблю весь мир, я люблю скайпарк, я люблю Петю за то, что он меня сюда позвал. Господи, может он мне еще, пожалуйста? Я шучу. От любви, от шага... Я не могу петь, господи, я разучилась петь. Короче, ребят, приезжаем, делаем, исполняем свое желание. Короче, если у вас когда-нибудь там будет что-то там, страх, неуверенность, с первого раза сразу действуйте, делайте, потому что это единственное, что заставляет нас жить дальше, что дает нам эмоции, что дает нам адреналин и просто смысл существования. Я все, пошли на вечеринку. Почему я не пошел первый раз? Потому что инструктор, который был, который абсолютно прекрасный и абсолютно все правильно делал, но мне это не подошло. Он пользовался технологией давления, такого небольшого давления, чтобы тебя подускорить, и ты не успел подумать о том, что что-то происходит с кем-то, скорее всего, это срабатывает на 100%. Кто приходит, сразу же прыгает. У тебя была другая история, почему так сработало? Да, то есть это очень-очень страшно, и чтобы мне побрать какой-то страх, мне нужно было успокоиться, уйти в какой-то муд, в хорошую музыку и насладиться этим. А из-за того, что он дергал-дергал, у меня все время был внутренний протест. Раз ты так, я не буду этого делать. Тогда ты закрываешься, и у тебя происходит закрашу. Я закрылся, и такой, и потом, когда я сказал, поменяйте музыку, сделайте то-то, поменяйте что-то. Ты молодец, что начал ему говорить, что делать, и когда все соблюдено уже было, ты тогда только смог это сделать. В любом случае, парк нереальный, я нахожусь сейчас абсолютно не в России, в хорошем смысле этого слова, а где-то в Альпах. С точки зрения организации всего пространства тоже круто, я, честно говоря, не думал, что такое встреча в нашей стране, и нам не платили за это. Просто приехали... Просто честный отзыв, как это на самом деле происходит? Сейчас мы с Аленкой потихонечку успокаиваемся. Выпьем что-нибудь. Опять же, еда, алкоголь, мы придем в порядок и начнем собираться к вечеринке, это невероятно круто. После таких прыжков каждый момент жизни кажется лучшим подарком. И теперь последний день сноубординга у меня точно получится, потому что бояться нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно, вот оно, наконец-то мы добрались до секретной вечериночки Покарди. И мы сегодня ее заслужили, конечно, потому что столько мучений на этих сноубордах. Мы уже сделали банджи, да? Меня все еще потрясывает, но алкоголь во мне уже успокоил. В общем, мы уже на коктейлях. Мы решили показать вам, что это за секретная вечеринка, что будет внутри, и поспрашивать у людей, есть ли у них мечты, почему они их не реализуют все еще. И что их останавливает? Особенно людей, которые присутствуют здесь, ведь это известные имени этой люди. А сейчас оцените, как выглядит сегодня Алянка. А, посмотрите, какая красавица. А посмотрите теперь на Петю. О май гад, мы что за парень. Ну что, гоним? Погнали. Мы на вечеринке, здесь круто и классно. Мы сейчас еще пойдем на второй этаж, но пока я вижу Лешу Миронова, я должен задать ему вопрос. Давай, Леха, твоя главная мечта. Супер банально, мне кажется, но я бы хотел забраться на Эльбрус, я там существую в ближайшее время, и отыграть там сет для друзей. Познакомиться с инопланетянами. Вау! А что ты ждешь от этого контакта? А вот том-то и кайф, что неизвестно, что от него ждать. Я бы брал телефон на недельку и просто бы растворился бы, наверное, в природе. Да, мне бы в ближайшее время этого бы хотелось. Я бы хотел купить остров и прям сделать его очень крутым, чтобы туда люди приезжали и кайфовали, и никому о нем не рассказывали. Я бы с тобой хотел переспать. О, Господи! До свидания! Мы пошли, ребят! Вы знаете человечка по каналу «Петя любит выпить» Кирилл Черкасов здесь! Мной любимый горячо! Обожаю тебя! Ты мой друг! Ты мой друг! О чем ты мечтаешь, но никак не реализуешь? Я на пути к этому, Петя. На очень долгом, длинном, усердном, но на пути. Моя мечта это поиграть на Бернингмене. А, чтобы была справедливость. Очень хочется, чтобы была справедливость. Вода горячая, бля! Мы из спортского мира. Ваша главная мечта, которую вы все еще не реализовали. Бороденко, Женя! Сейчас мы у него тоже спросим. Бороденко залез в бассейн. О, сбылась уже. Все нормально с рукой. Женя! Женя повредился здесь, на фестивале. Ну ты счастлив? Я суперсчастлив. Это лучшая, что воно про это. Ну мечту-то давай, давай мечту. Чтобы начали сюда приносить алкоголь, водочки нам принесите, пожалуйста. Мы купаться хотим. Все банальное, мне кажется, в голове обычно всплывает про любовь и все остальное. На самом деле, чтобы люди близкие были хорошие вокруг тебя, остальное не так важно, как я понял, в своей жизни. Я хочу собрать какое-то количество своих друзей, посадить их в джет и улететь на свой день. День рождения к морю, чтобы мы прямо из джета прыгнули на лодку и походили несколько дней, и потом обратно. И вот это моя мечта отпраздновать день рождения. А если я правду отвечу, вы оставите это? Оставлю обязательно. Обещаешь? Оставите, если я правду отвечу? Я хочу, чтобы Путин ушел. Ну что, сегодня финальный день. Мы с Аленкой с ужасного похмелья. Я думаю, что вам видно, насколько мне херово. Но, во-первых, спорт. Во-вторых, Глинтвин сейчас делает свое дело. Узнаем сегодня, буду ли я катать. Второй день прошел, и там уже было понятно, что ты точно будешь катать. Но вот после такой вечеринки, я честно не знаю. Ну просто вечеринка была вчера бомбическая, я этого ждал в год. А, мы же новую форму взяли. Да, мы взяли новые ботинки, ЕУ, профессиональные. Они безумно удобные, очень круто застегиваются. Во-первых, не надо их зашнуровывать 10 часов. Руки от этого у тебя не отсыхают. А, во-вторых, там еще даже крепить их не надо к борду. Они сами каким-то образом прицепляются. Не знаю как, сейчас будем проверять. Ребят, New Star Pemme спасибо огромное. Bacardi спасибо огромное. Вот так вот, вот так вот классно. Поехали катать. О, блядь, как это все ужасно с похмелья. Ёбаный ты в рот. Приветики, пистолетики. Меня зовут Оксанка, я инструктор по сноуборду. У нас сегодня был целый третий день без крови, без поломанных костей, катания на сноуборде. Петя поехал тяжело, но поехал на заднем канте, на переднем канте. Мы начали делать повороты, мы поменяли ногу на второй день, мы поменяли снаряжение три раза. Ребят, очень внимательно выбирайте снаряжение, потому что от этого тоже зависит, как вы будете кататься. Вообще, я на самом деле охренел, что я в принципе могу это делать. Пока с тренером, вот пока Оксана меня держит, мне нормально. Но вот сейчас она уходит, у нее следующие ребятки, и я попробую самостоятельно съехать с горы. Почему-то лучше всего я катаю, когда я пою песни, я не знаю, мы выяснили это. Да-да-да, я начинаю распеваться, и у меня получается нормально. Мозг отключается, главное не думать, просто давать телу и ехать. Ребята молодцы, что вообще вышли из точки комфорта и начали заниматься какой-то ерундой непонятной, а не сидеть в барчике. Так что респектус, товарищи, респектус. Спасибо тебе огромное, это умница без тебя, вообще мы бы никуда. У нас осталось в последний раз забраться наверх и попробовать самостоятельно съехать, и мы узнаем. Получилось у меня, у самого лоха и говнодемона кататься на сноуборде. Чтобы я, Ветя Блазков, когда-либо думал, что я поеду на сноуборде, ребят, блядь, да никогда. Петя, прямое доказательство того, что все на свете возможно, нужно просто захотеть и начать это делать. Три дня назад этот человек думал, что на этом можно готовить, спать, сидеть, но никак не катать. Я в восторге, но надо еще практиковать и практиковать, нужно, конечно, накатывать часы, и я обязательно это сделаю. Но я преодолел именно страхи, потому что страшно, ты видишь гору, ты с нее едешь. Да, вот это, когда склон, это самое страшное. Если спускаешься еще на заднем канте, то спокойнее. Но сегодня я уже попробовала спуститься прямо боком, вот это круто было. Смотри, получилось прям как в американских фильмах, в выпуске. Первый раз я встал, второй раз что-то там получалось, третий поехал. Это не специально, что я задумывалось. Главное, первое правило сноубординга – релакс. Ехать надо спокойно, балансируя. Бейкер-изи, конечно. Балансируя, вот, и главное не напрягать мышцы. Кайф. Нереально. Я заплачу. От остроты момента. Ты кайфанула от всего того, что с нами произошло? Да, я не знаю, как отреагируют зрители на все, что мы прожили. Я понимаю, что там есть жесткие моменты, но серьезно хочется сказать честно, это было на диком кайфе. Каждый раз, когда мы что-то преодолеваем, какие-то свои внутренние страхи, это все равно в итоге перерастает в это ощущение. Вот в это ощущение, что ты сидишь, понимаешь, что ты это сделал. Есть такое ощущение, что за эти дни мы очень сильно, во-первых, побратались с Аленкой, во-вторых, будто бы прожили большую маленькую жизнь, потому что было все, было столько эмоций. И это было так круто, и есть ощущение, что я действительно живу, вот по-настоящему. Но я тебя узнала по-другому. Я всегда раньше думала, что ты либо супер весельчак, либо такой кажущийся весельчак. На самом деле, Петька вообще простой абсолютно парень. Че говорит, то и думает. Че думает, то и говорит. И у него нет вот этого ощущения, какой-то возвышенности или ощущения того, что у нас там между нами какая-то разница в возрасте даже. Это вообще нет. Зачем ты это сказала, деточка? Я должна была сказать, это трушное шоу, вы должны это знать. Мне 27. И вот это ощущение, что мы просто вот за этот период почувствовали, как это, как это все происходит впервые. Нереально. Были некоторые трудности. Во-первых, я не был уверен, что я прыгну и, как вы видели, да, я чуть не подсдался. Потом вечеринка. Сегодня я был уверен, что я не поеду, но я поехал. Мы все ревели, когда ревела Аленка. И даже операторы, честно говоря, всплакнули. Мы потеряли коптер. Смотри, таскались на гору. Значит, пытались этого найти. Прямо сейчас они сидят в мокрых кроссах. Просто если вы за них, ребята. Женю и Косте, мы вас любим. Ребят, ну и, конечно же, судьба этого проекта прямо сейчас зависит только от вас. Это не значит, что не будет идти шоу «Петя любит выпить», конечно же, все будет продолжаться. Но... Не забывайте ставить лайки. Так мы будем понимать, что это вам действительно нравится. Пишите комментарии, пишите, как вам вообще весь формат. Может быть, у вас есть какие-то идеи, чтобы вы хотели увидеть или дополнить, а может быть, наоборот, убрать. Это тоже для нас будет интересно, потому что мы реально это сделали очень трушным. Открыто и честно все рассказали и рассказывали вам. Поэтому важна именно ваша реакция, как вам. И обязательно прямо сейчас пишите в комментариях пожелания и прямо сейчас приступайте к их реализации. Адреналин! 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 Аленка! И Петя Басков! Все, всем пока! Хай-хай! Субтитры сделал DimaTorzok